Крещение Господне – один из главных христианских праздников, ежегодно отмечают 19 января. Эта дата связана с событием, когда Иисус Христос крестился в реке Иордан. Традиционно, в преддверии праздника, организуют купание в открытых водоемах. Купели открыли в нескольких районах города. В этот раз мы в Центральном, на Адмиралтейской площади. Здесь оборудованы спуск к воде, места для переодевания, фудзона, а также в случае плохого самочувствия на месте дежурят машины скорой помощи. Крещенские купания в русской традиции стали очень важным элементом нашей христианской культуры. Такой обряд не является обязательным, но очень любим народом. Его друг позвал, решил тоже попробовать. Вы за компанию! Да, да, да. Так-то я вообще не местный, там у себя в городе купался. До второго сегодня, второй, третий раз у меня получается купаюсь. Ну вообще стоит какой-то духовный смысл вкладывать вот в такой обряд? Конечно, я спортсмен, закаляться, быть здоровым, хорошо очень. Грехи все смыли. Да, надеюсь, да. В этом году, думаю, все будет хорошо. Ощущения у вас? Очень хорошие. Холодно? Ну так есть немножко. Какой сегодня праздник, скажите? День Крещения. Что для вас вообще значит купание в проруби? Ну, это снимание всяких своих грехов и как бы... Очищение души? Очищение души, да. Спасибо вам большое. Почему вы участник крещенских купаний? Ну, потому что православный славянин. Как бы я считаю, что это каждый должен, мужчина и женщина, девушка, ребенок, там, каждый должен купаться в этот праздник. Даже если не в купеле, то душ принять там, это обязательно. Очень важно. Да, я считаю, да. Что для вас вот сам праздник крещений? Праздник. Есть праздник. Бабушка приучилась с детства, вот и ходим. Потому что я всегда купаюсь шести лет уже. Да, для вас как традиция, да? Да, да. Ну, вообще, какой-то духовный смысл вкладываете вот в такую процедуру? Конечно. Какой? Ну, вот, например, хочется вам побороть какой-то свой грех, например, да, бросить курить, например, да. Ну, это поможет. Да. Как часто происходят случаи, когда людям становится плохо после погружения в лизиную воду? У нас случаи эти редкие. Как правило, люди приходят осознанно купаться. Кто не решается, они выходят. Есть несколько рекомендаций. Чтобы вам не было плохо, как правило, нужно готовиться заранее. Контрастный душ. Подготавливаться к крещенским купаниям. Если вы впервые пришли на открытую воду, рекомендуется не нырять с головой, потому что идет сужение кровеносных сосудов, чревато потерей сознания. Поэтому рекомендуется к вооружению без головы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова